Во-первых, хочу поблагодарить за поддержку системы образования в Карачаево-Черкесской Республике. Все результаты национального проекта достигаются в срок, по плану. Активно идет программа капитальных ремонтов школ, строительства новых школ. Со следующего года Карачаево-Черкесская Республика включается в проект по созданию детских центров. Два детских центра новых будут созданы. Спасибо вам большое. И сегодня я хотел бы вам обновленный учебник 10 класса истории представить, в котором постановлена историческая правда и раздел депортации. Вы звонили, активно включились в работу ваши коллеги-историки. И сегодня раздел депортации изложен следующим образом. Трагическая страница в истории Великой Отечественной войны стало массовое выселение в условиях близости фронта и боевых действий в 1941-1944 годах народов, огульно обвиненных другого в предательстве. Насильственному переселению депортация подверглась 12 народов, которые лишились не только родной земли, но и национальных территориальных автономий, имевшихся у большинства из них. В кратчайшие сроки сотни тысяч человек под конвоем высылались на другой конец страны, в Сибирь и Среднюю Азию. Наряду с отдельными отчепенцами и предателями пострадали и совершенно безвинные и лояльные советской власти люди, в том числе героически сражавшиеся в рядах Красной Армии. Переселенцам пришлось пережить много бед и решений. Справедливость была постепенно восстановлена по 1957-2014 годам. В СССР, а позже и в Российской Федерации, репрессии в отношении целых народов были осуждены и выработаны меры по их полной реабилитации. Таким образом, в учебнике истории для 10 класса восстановлена историческая справедливость. Сегодня в зоне специальной военной операции бойцы, в том числе и из Крачаево-Черкесской республики, которые выполняют задачи и уверен, что благодаря им мы победим. Спасибо вам большое, уважаемый Сергей Сергеевич. Искренне слова и благодарности вам за то, что вы включились в этот процесс. И как федеральный министр, министр просвещения Российской Федерации, вы для детей из Крачаева-Черкесии и для всех детей из Российской Федерации вы восстановили историческую справедливость.